Минская область у нас, следом за Витебском, Минском, Минская область пошла вниз по заболеваемости. Мы меньше всего смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны. Мы смотрим на пневмонии, а этот вирус, он действует на легкие. Поэтому мы смотрим пневмонийное, там виден сразу, вирус есть, вирус нет, и лечим этих людей. Александр Григорьевич, здравствуйте. Меня зовут Игорь, я работаю машинистом горных выемочных машин. Если позволите, у меня к вам будет два вопроса. В настоящее время идет реконструкция автомобильной дороги Минск-Микошевичи. На сегодняшний день до Слудска уже дорога эта проложена. Можно ли этот участок на этом этапе продлить еще на 14 километров до городского поселка Старобин? Что, тебе дальше там? Дело в том, что много у кого там дачи. Что касается дороги, мы договорились, что мы начнем строительство следующего участка дороги, а потом до вашей деревни, после окончания этой эпопеи, думаю, что мы до Микошевича дойдем, потому что нам эта дорога нужна. Это очень важно, потому что мы вот эту дорогу с Гомеля до Бреста, нижнюю эту дорогу, ты знаешь, она мимо Петрикова идет. Мы ее, наверное, будем строить следующим этапом, четырехполосную, чтобы перехватить транзит с юга России. Украина нет, и мы хотим вот этот поток забрать через юг Беларуси на Брест и на Европу. Это большие деньги для нас. Мы сейчас ведем переговоры с банками европейскими. Будем их просить, чтобы они профинансировали нам эту дорогу. Это государственно-частное партнерство. Будем стараться, чтобы частники вложились и государство. Я думаю, что мы построим эту дорогу, но будем поэтапно. И еще у тебя такой вопрос. Александр Григорьевич, вы любите баню? Слушай, ну это не то слово. Я человек северный. А что ты спрашиваешь про баню? Дело в том, что я тоже очень люблю баню. Скажу откровенно, я в баню практически во время пандемии хожу каждый день. Вчера тренировка была. После тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня после этой жары вечером тоже надо немножко пропариться. Дело в том, что у нас в городе Солигорске... Нету бани? Баня – ровесница нашего города. Это одно из самых старых зданий в нашем городе. Наверное, хорошая баня. Сама парилка неплохая, но все то, что внутри, вы понимаете, сколько лет уже прошло. Поэтому, если есть возможность поспособствовать строительству какого-нибудь нового банного комплекса в городе Солигорске, я думаю, жители сказали бы вам за это спасибо. Ну, если уже в Солигорске такая проблема, то, конечно, ее надо решить. Но только надо по-современному, не так вот, знаешь, как это раньше было, а современную баню. Спасибо. Подумаем. Это неожиданный вопрос. Я не думал, что у вас проблема с этим. Но посмотрим. Если это надо для горняков, то, уважаемые люди, что-то надо для них сделать.